приветствую дорогие друзья меня зовут александр сакирка вы смотрите канал быть программистом сегодня вам покажу как добавить анимацию для перехода по страницам и при этом не использовать перезагрузку в этом поможет нам библиотека swap чтобы вы лучше понимали о чем сегодня речь пойдет я покажу вам темп вы не раз такое видели когда на сайтах есть некая навигация и вы нажимаете у вас происходит не перезагрузка страницы а просто плавно меняется контент и меняется ссылка в браузере вот демонстрация плавно меняется контент плавно меняется ссылка вот такой трюк мы сегодня сделаем в этом уроке а чтобы нам это проделать нам нужен небольшой сайт поэтому давайте каркас в html я открываю sublime текст и создаю первый html файл это будет у меня индекс .html я его сохраняю в корне своего локального сервера позднее я вам расскажу почему вставляю документ до обычный html индекс дальше сразу создаю второй файл поскольку у нас должно быть две страницы чисто физически две страницы то у нас пускай будет степ 2 .html сохраняя там же в корне опять же вставляю документ и нам понадобится еще и css файл чтобы кита дефолтный стиль до прописать поэтому создаем сразу и css файлик пускай это будет style .css и там же в корне мы его оставляем дальше нам нужно во первых поменять тайтл это будет шаг 1 и сразу подключаем css css это наставил .css сохраняем второй шаг это у нас будет title шаг 2 и подключаем css .css все супер шикарно третий шаг создадим какой-то контент пускай у нас будет div с классом контейнер внутри у нас пускай будет некая шапка header да в этой шапке пускай будет у нас некая ссылка с классом logo и в этой ссылке пускай будет некая картинка вот таким вот образом далее заглушка у ссылочки будет картинка давайте в качестве ссылки на картинку будем использовать логотип быть программистом поэтому я беру вот эту вот ссылку на картинку единственное что я пропишу ей attribute style чтобы ширина максимальная ширина была не больше 100 пикселей а то картинка большая ну и заодно и высота у нас будет авто окей дальше кроме шапки нам потребуется контент поэтому используем тег main и в нем у нас пускай будет артикл внутри наш партикл пускай вот h1 далее пускай у нас будет некий абзац с текстом и пускай будет у нас ссылка в качестве ссылки мы используем степ 2.html в качестве анкора мы используем вторая страница в качестве контента возьмем контент сгенерированный вот с этой страницы с лором ипсом ставим его в абзац плюс скопируем еще и заголовок окей шикарно давайте посмотрим как выглядит страница в браузере открываем локал хост корень локал хост и вот как выглядит наша страница если мы перейдем на вторую страницу она пустая ничего там нет давайте и для нее перенесем вот этот контент немножко поменяем заголовок давайте поменяем пускай будет просто доллар и а в контенте давайте уберем одно предложение чтобы она немножко скакала и сделаем переход обратно на индекс . html и здесь у нас первая страница окей сохраняем обновляем что мы видим вот мы видим стандартный html документ и стандартный переход между страницами видите с перезагрузкой значит сейчас наша задача во первых немножко стилизовать в качестве стилизации давайте просто добавим раппер и кинем это дело по центру центрируем по центру поэтому в наш body точнее наш стиль пропишем для тега body некий font size например 15 пикселей чтобы крупнее было лодерспейсинг 002e чтобы креативнее было и принципе все достаточно далее для нашего тега main давайте это будет наш раппер поэтому пропишем max width 1024 пикселя margin так сверху 50 пикселей и auto вот так ширина пускай у него будет ну 90 пикселей вот таким вот образом далее для тега p мы поставим text align center и для вводе для всего мы тоже поставим text align center отлично давайте посмотрим на нашу красоту вот что у нас получилось и вот как работает наша обычная стандартная перезагрузка теперь мы должны научиться при помощи библиотеки swap сделать креативную перезагрузку точнее переход красивый анимационный без перезагрузки идем документацию свапа и смотрим что он нам рекомендует во первых нужно подключить скрипт давайте скачаем качаем его таким тривиальным способом download zip архивируем вытаскиваем его из папочки swap вот здесь swap.min.js копируем его кидаем туда же в корень да далее мы должны его подключить давайте подключим его вот таким вот образом скрипт srk swap.min.js отлично его нужно подключать только на первом индекс html файле смотрим дальше документацию нам нужна html дом дерева да ну конструкция на html она у нас есть единственное что нам нужно для работоспособности этого плагина это на наш элемент который мы хотим чтобы он менялся если мы хотим всю страницу значит мы его добавляем либо на наш главный контейнер но в данном случае мы как сделаем мы будем менять не всю страницу а только вот эту штуку почему потому что наш логотип это по сути наша шапка и импровизируем что наша шапка fix it и нам нужно менять как бы только контент это более такая красивая штука получается поэтому вот нам нужен айди swap добавить на тот элемент который мы будем менять нашем случае точно такой же мэйн поэтому я копирую айди swap кроме этого сразу копирую и класс для анимации кстати вот этот класс анимации можно не обязательно на весь контейнер задавать а на любой внутренний элемент и можно их разные анимации делать и она будет скакать например заголовок влево идет текст справа это уже зависит от того как мы зададим пока мы задаем вот так тривиально и давайте посмотрим окей мы задали что хотим менять контент из мэйна и задали класс то же самое пропишем и вот сюда отлично не забываем сохранять эти два файла смотрим дальше дальше нам нужно заинитить наш скрипт используем эту строку и давайте вот так вот мы его заинитили дальше нам нужен css код для нашего транзишна это самый элементарный транзишн код сейчас мы в нем разберемся идем наш css вставляем его что мы смотрим а мы смотрим что у нас есть некий opacity 0 потом есть opacity 1 и вся эта анимация происходит 4 секунды скрипт добавляет на html временный класс из анимейтинг и вот в это время пока стоит этот класс из анимейтинг он от нуля становится единица и виден и также наоборот от единицы он идет к нулю вот за счет этого у нас происходит анимация потом когда мы поменяем анимацию вы лучше это поймете так в принципе здесь мы анимацию сделали здесь у нас айдишник и транзишн стоит здесь у нас айдишник транзишн стоит скрипт подключен и нет стоит у нас в принципе все готово для тестирования давайте попробуем протестировать сразу перезагружаем с очисткой кэша и что мы видим шаг 2 переход на первую страницу смотрите у нас нет никакой перезагрузки у нас плавно уходит используется вот этот opacity собственно вот таким простым образом можно на сайтах реализовывать вот это дело дальше теперь чтобы вам было еще понятнее я добавлю дополнительную анимацию например сделаю так чтобы контент не просто исчезал и появлялся а уходил вниз немножко и поднимался снизу вверх значит вот здесь где у нас opacity мы напишем transform и напишем translate y например на 100 пикселей и вот это translate y по сути будут его толкать на 100 пикселей вниз давайте это продемонстрируем вот сейчас у нас работает вот таким вот образом и обратить внимание никакой перезагрузки нет медленно происходит анимация ну как медленно за счет 4 миллисекунд 400 миллисекунд она у нас меняется и меняется и заголовок и менять самое главное и ссылка обратите внимание на все наши шаги вот так работает библиотека swap.js кому понравилось пожалуйста используйте это библиотеку очень мощно мы посмотрели самые тривиальные способы но у нее больше возможностей например например у нас на сайте есть галерея и при клике на эту галерею у нас открывается некий поп-ап как в этом случае быть в этом случае нам нужно на эти ссылочки где используется этот поп-ап добавить специальный дата ноу слэб то есть некий атрибют добавляем дата ноу слэб к нашей ссылке и он будет их игнорировать он будет использовать все ссылки вот анимированные но там где у нас есть некий свой скрипт ну например поп-ап до галерея он их будет игнорировать и при клике на них у нас будут открываться галереи в принципе у меня на этом все если этот урок был вам полезен обязательно нажмите кнопочку лайк обязательно подпишитесь на канал быть программистом и если возникли какие-то дополнительные вопросы пишите в комментарии мы постараемся на них ответить у меня на этом все всем пока пока пока